Привет, это Ребуарно. На одном из них последних стримов мой подписчик по одникам Добрый Человек через донатик, за что ему огромное спасибо. Пришел меня посмотреть ролик с канала Милкомейкер. Ролик называется «Почему хейтит мистера Биста? Темная сторона мистера Биста». Интересно, какая может быть у человека темная сторона, если он вылечивает людей от слепоты, от глухоты, помогает разным африканским странам, делает просто крутой, качественный контент развлекательный. И, честно, я не знаю. Ролик давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Мистер Бист – это самый известный блогер в мире и, наверное, самый богатый. Ну, не «наверное», я думаю, 100%. Ну и как-то возится у каждого хоть маломальски известного человека есть как фанаты, так и хейтеры. Это да, 100%. Нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, кто лучше нас, тем не до нас. Ну, 100%, типа, а нафига им, типа, обращать внимание на кого-то, если они делают свое дело и времени нету просто тупо на хейте? Это так-то это, правда же? В случае мистера Биста в основном хейтеры, конечно, кринжовые, за что ему только не предъявляли. Например, за то, что у него команда курит электронки. У нас... Чё? Предъявляешь за электронки? Есть кадр, где Чендлер вейпит. Это определенно не то, что он должен был делать, и это, может... Должен был. Ну, конечно, это вредно, и не делайте этого, друзья, как бы это... Явно не будет вам на пользу идти. Но хейтить человека за то, что он курит, по-моему, это сверхмаразм. Плохо обернуться для него. Или потому, что мистер Бист поддается девочкам, а мальчикам усложняет условия. Поддается, а они с ним в арморастлинг играют, что ли? В своих роликах. У него в роликах фойковые деньги в кадре. Но про фойковые деньги я слышал, типа, то, что, типа, там запрещено вообще что-то либо дело делать с деньгами, типа, сжигать их и так далее. Чё за хуйня? Ну, короче, да, да, кринж, кринж. Сегодня я хочу разобрать мистера Биста с такой стороны, с которой его еще никто не разбирал. Я перекопал огромное количество материалов, в том числе нашел действительно весомые поводы, по которым его хейтят на американском ютюбе. Поэтому сегодня я решил показать вам, что у каждой монеты есть две стороны. Давай посмотрим, насколько там оправданный хейт. И сегодня вы узнаете о темной стороне мистера Биста. Этому еще немало поспособствовали последние события, когда он подписался на Меллскоин, на Литвинад, известных каперов, мошенников. И, на мой взгляд, это была большая ошибка, но... В чем ошибка? Мистер Бист абсолютно не знает, кто эти люди, поэтому... В чем ошибка? Деньги за это он не получил. Получили эти деньги те люди, которые попросили его подписаться. И, как бы, в чем его ошибка? Он помог человеку заработать там какому-нибудь, например, да? Правда, заработал на этом человек, который, насколько я понимаю, уже более-менее популярный, да? И там он стример или киберспортсмен. Поэтому ему деньги не особо эти нужны были. Вот если бы какой-нибудь там обычный школьничек такой попросил, и мистер Бист подписался, сказал, вот этот чел меня попросил, и ему деньги скинули, это было бы шикарно. Но сейчас... В этом... Вот именно в этом ключе... Типа, он не знает, кто эти челики. Ему на них абсолютно по боку, блядь. Попросили подписаться, подписался. Но об этом чуть позже. А перед просмотром... Ну, это мое мнение. Хотел с вами кое-чем поделиться. В последнее время у меня возникают проблемы с покупкой игр в Стиме. Я очень... Так, давайте мы идем. Сбимим... Сбим... Мистер Бист, еще известный как Джимми Дональдс. Родился... Какой такой толстячок был? Толстячок был. Джимми. В 1998 году, 7 мая. Ребят, пипец, 25 лет, чуваку, он уже почти миллиардер. Я, честно говоря, прихерел, что оказывается, мистер Бист младше меня. Ага. Да, и младше меня на 6 дедушек. Да, кажется, у меня новый комплекс. Мистер Бист вообще начинал... Кто я, блядь, тем и занимаюсь, да? Однако, когда он получил травму, со спортом пришлось завязать, и он погрузился в Ютьюб. Интересно, в какого раза попался? Я просто ненавижу школу. Все, чего я хотел, это заниматься Ютьюб роликами. Но я зарабатывал недостаточно, чтобы съехать с квартиры, и мне мама сказала, либо ты поступаешь в универ, либо ты идешь нахер. Она не была плохой, просто она не верила в эту магию Ютьюба, и что он может что-то приносить. Ну, блин, странно то, что там до сих пор люди в это не верят. Ладно, окей, у нас... Сначала он начал снимать летсплеи, потом перешел уже к различным обзорам. У вас жалко, я летсплеи ничего не собираю. На втором канале с играми есть ролики, выходят интереснее. Посмотрите. Смотрим роликом со своим другом, который на нынешнее время уже сменил пол. Но потом это плавно перетекло в челленджи. Самый большой хайп, мистер Би, в свое время получил, за счет того, что он 10 тысяч раз или 100 тысяч раз говорил что-то, делал что-то, смотрел. Да, я видел вот эти ролики, только не смотрел, естественно, в том времени они идут дофига. Много-много часов, какую-то херню. И в конце говорил, на что я трачу свою жизнь, твою мать. Просмотры потекли рекой. А потом, когда пришла первая крупная реклама, Джиме пришла гениальная схема в голову. Ну-ка, дай 10 кабачей радомном бомжу. Можно реинвестировать эти деньги с рекламы в тот же самый ролик. Ему заплатили 10 тысяч баксов, он отдал их бомжу. И это набрало ебанутый просмотр. Ну, если есть такой ролик, видимо, значит не особо безупречный, да, но сейчас узнаем. В качестве благотворителей в его роликах. И началась дикая машина хайпа, которая бесконечно генерила просмотры и расширяла огромную фан-бафу Мистера Биста. Я поместил 100 человек в гигантский круг. И тот, кто покинет его последним, получит 500... Сейчас как будто озвучка лучше стала. Тысяч долларов. Но если вы коснетесь красной линии, игре конец. Формат действительно гениальный, но Джиме из-за того, что не особо шарит за финансы, начал сталкиваться с финансовыми проблемами. Нет, блин, потому что начал все деньги спускать на ролики, да? Месяцы мы тратим на видео от 4 до 5 миллионов долларов. У нас много раз заканчивались деньги. Я не бизнесмен, я творец. За того, что он не умел распоряжаться. Я на самом деле мог бы себе нанять какого-нибудь экономиста. Он тратил их слишком много на ролики. И в итоге он нашел себе гениального менеджера из сферы футбола. Когда я с ним познакомился, у него был миллион подписчиков. И он сказал, к концу года у меня будет 10 миллионов подписчиков. И он сказал, мне нужны деньги, чтобы финансировать эти видео. Это Рифф. Он был менеджером Джимми последние 5 лет. Он оставил свою работу спортивного агента, чтобы работать с такими... Сейчас до сих пор он с ним работает или нет, интересно? Я просто про него ничего не слышал. Каналами как Dude Perfect в первые годы существования YouTube. И тот решил все его финансовые проблемы. С тех пор у них появилось огромное количество очень дорогостоящих контрактов. Вы, например, могли заметить, что практически во всех его роликах светится одна и та же машина. Если что, это не потому, что она просто такая яркая, красивая и привлекает внимание. На самом деле, что-то я как-то не особо уверен, что Ламборджини будет платить ему деньги за то, что он ломает Ламборджини у себя в кадре. Насколько я знаю, не особо эти, как их называют, автопроизводители любят, чтобы их тачки в кадре разбивали каким-то образом. Разве нет? Это рекламный контракт. Заводите машины! Звук у них просто... Не, ну вполне возможно, просто что-то странное. Потрясающе. Также у Джимми появилась собственная продукция, которая начала приносить ему ёбнутые бабки. Он начал её... Ну ещё бы, блядь, там у него реклама... Точнее, просто рекламируют эту шоколадку на 100 миллионов просмотров. Естественно, блин, она будет денег офигенно приносить. Генеально продвигать свои ролики. Ну и, конечно, рекламодатели начали платить всё больше и больше денег. Чтобы отпраздновать выпуск молочного шоколада и шоколада со вкусом морской соли, мы купили 10 Тесла. И, ну, монетизация. Понятное дело, монетизация в Америке до сих пор приносит очень большие деньги. Офигенные деньги там они приносят. Менеджер закрыл все... Даже если бы у нас была включена монетизация, у нас всё равно бы приносилось гораздо меньше. Все денежные потребности мистера Биста, и тот начал мастобировать свой контент и заниматься гораздо более крупными челленджами. Ты выберешь 10 тысяч долларов или ключ от чего-то дорогого. Иди за угол. Так, и что там будет дорогое, я не помню. Ты увидишь, от чего этот ключ. Ладно, Карл, закроем глаза. Хорошо, повернись сюда. Хавьер, сними кепку! Не может быть, не может быть! Ты и выкал машину. Как думаешь, сколько она стоит? 10 тысяч рублей. Это самая игра кальмаров, в которой, чтобы вы понимали... Я смотрел этот ролик давно. Я... Не, ролик крутой. И люди не поняли мои претензии к этому ролику. Потому что я говорил, типа, вообще не игра в кальмары, это нихрена. Потому что люди ничего не теряют. В игре-то кальмара, что было главное? Типа, там они сражались за деньги, но по итогу теряли свою жизнь. Я не говорю, что в этом ролике должно было быть так же. Я просто говорю, было бы гораздо интереснее, если бы люди, например, свои деньги тоже терять начали. Потому что вот это была бы игра в кальмары. Ну так это просто, типа, в антураже, точнее, в декорациях игры в кальмары, но не игра в кальмары. Он вложил больше, чем сами создатели сериала в свой сериал вложили. Потому что если у них там была в основном графика, то его декорации все были... Чего? Те же самая игра кальмара, в которой, чтобы вы понимали, он вложил больше, чем сами создатели сериала в свой сериал вложили. Очень в этом снимаюсь. Насколько я помню, он сказал, этот ролик стоил ему 3 миллиона долларов. Сериал стоил явно дороже. Тот, сериал вложили. Потому что... Что-то, по-моему, это как-то неправильная информация. Если у них там была в основном графика, то его декорации все были настоящие. Помимо всего, очень важный момент, что мистер Бист все время двигался не один. Он сначала двигался со своим другом Крисом Тайсоном. И иногда некоторые участники в роликах особенно выделялись, нравились обществу. Они писали об этом в комментариях. И в итоге этих ребят тоже брали в команду мистера Биста. И команда мистера Биста, как и любая другая команда у блогеров, так или иначе ассоциируется с ним. И интересный момент, что всю команду мистера Биста в Америке, ну, по крайней мере, в интернетах ненавидят. Крис... Немного странно, почему? Тайсон, это, наверное, единственный человек в его команде, которого по факту ненавидят. Во-первых, потому... Ну, сейчас понятно, почему его ненавидят, да? Потому что раньше он высказывал крайне нехорошие вещи. Хотя вот про это, про вещи, которые высказывал, я не знаю, не слышал. Мне нравится, что в Америке мы можем буквально приказать людям покончить с собой. Но если мы произнесем слово на букву N без уничижения, это может положить конец карьере. Вот мем... Что? Вот это жесть, конечно. ...который он опубликовал, где он показывает кнопку сушилка с надписью «Белый цвет» Фотографию кого-то из Куклупс Клана. Ну, это пипец, конечно, чернушно. Посмотрите на чернокожих людей, которые никогда не пробовали стейк дороже 10 долларов. Я рад, что мы смотрели... А вот это, бля, пока не петь, капец некрасиво. Погли сделать... Просто себя это превозвышает над другими, у которых нет денег. Это для тебя мужик, и хоть это не мои деньги, я приму благодарность. Я в ахуе. Ну, это ладно. Больше всего его начали хейтить именно в момент, когда он решил сменить пол. Ну, сменил, сменил, ладно. Лично для меня здесь главная проблема в том, что у него был сын и жена, которых он бросил из-за своей страны причуды. И это уже, ну, просто безответственность какая-то, на мой взгляд. Теперь же... Безответственность, да, скорее всего. С СО Бориша Мистер Бист оказался в ситуации, когда, как бы, он вроде никому и не нравится. И, скорее всего, сам Мистер Бист уже с него кринжует. Он не может его выгнать из-за того, что, как бы, ну, в Америке... Ну, типа, не знаю, просто показал такой взгляд, и это сейчас сразу кринжует. Может быть, он о чем-то задумался, о другом, например. Либо просто, там, я не знаю, ну, как-то сосредоточился. Это как люди на меня говорят на стримах. Блядь, на роликах ты смеешься постоянно, на стримах сидишь, что ты злой смотришь. Говорю, я не злой смотрю, я читаю чат. Как я его еще должен читать? Я не вижу, например, что написано, поэтому щурюсь. Естественно, это кажется, что... Ну, я-то не злой. Если ты выгонишь трансгендеры из своей команды, то, ну, тебе будет, мягко говоря, пизда. Нихуя же, блядь. Следующий его очень известный командник, это Карл Джейкодс. Этот парень, я, честно, не знал, что его прям хейтили, пока не порыл инфы. Но первое за... По-моему, веселый человек. ...предъявляет то, что он ногти там иногда красит, но, честно, это, по-моему, хуйня повод. Ну, типа, блядь, красит и красит вахты в очевидении. Блот впитается рыбой, которую заглатывает целиком из-за своего растения. Че, кто замер, тот гей? Бля... Еще... Че? Момент, то, что Карл, еще когда был школьником, понател от одного твич-стримера, который высказывал тоже крайне расистские взгляды. Он его нашел там на каком-то стриме, погулял с ним и сфоткался. Самое интересное, что с тех пор, что Карл, что тот парень уже полностью изменились, он уже за все там миллион раз извинился... Ну, типа, взгляды могут меняться у человека. Например, когда человек моложе, он творит всякую ню очень часто. Потом подрастает и понимает, что он творил ню. Ну, типа, отменять его из-за того, что он делал давно, немного, мне кажется, странно. Если это, конечно, не прям какая-то лючейщая... Я просто хотел исправить ситуацию и сказать, что мне жаль, что я расстроил людей. Но, наверное, в какой-то момент я действительно активно поддерживал создателей плохого контента. Мне очень жаль. И в данном случае, конечно, образ такого миленького, хорошего парня, который за все хорошее, такой весь весь семейный, работает против него, потому что аудитория, когда видит... Семейный? По-моему, он, наоборот, постоянно кекает, блядь, на видосах. Про семейный, если вообще у него есть, честно, ничего не слышал, даже не знал, что у него есть семья какая-то. Реалы. Ну, я в плане того, что там жена... Знает, ополчаться против своего кумира, а ему приходится извиняться перед ними, буквально на коленях вымаливать прощение за... Ни за что практически. Чем для... А, так вот работает культура отмены в Америке. Если не извинишься, ничего не получится. Его тоже все зрители из Министера Биста знают, тоже он до сих пор с ним в команде. И тут, конечно, смешная ситуация, за что его не любят. Он создал свое NFT, а NFT в то время было известно тем, что там в основном был скам. Даже несмотря на то, что он все делал честно. Но это было всем как... Как обычно. Всем насрать. Люди не разбираются и начинают хейтить. Создал NFT, создал NFT. Как бы похуй. И его за это захейтили. Говорят, почему всем так? На все не насрать. Ну, типа, NFT? Ну и ладно. Тебе его заставляют покупать? Нет. Не покупай, если тебе не интересно. Кто-то купит кому-то фанатеет, например, по этому челику. И все. Он в итоге кинет всех своих подписчиков на бабки, вся хуйня. Но в итоге он никого не кинул. Проект оказался честным. Но осадочек у них все равно какой-то хуй остался. Да, блин, сами придумали и сами осадок ставили. С этим мне напомнилась ситуация с тем, что я спустил платный ТГ-канал за очень маленькие деньги. Просто за подписку в 500 рублей. Если кому интересно, ссылочка в описании. И Даня Кашин, нихуя не разбираюсь в теме. Роднолькин, ничего против тебя не имеет твоего канала. Но против курсов однозначно, блин. Ты курсы сделаешь о том, что я вас задрачу за эти курсы, блин. Курс о том, как понимать, кто годнотап. И ко мне понабежали хомячки Дани Кашина, рассказывая мне о том, что я, блин, инфо-цыганин. Хули я курсы продаю? Бро, у тебя у самого только 90к, а ты уже... Это же примерно 100% сообщения такого полансия. Курсы, я без хейта просто интересно. ТОТО ТОТО НЕ КУРСЫ, БЛЯДЬ! Хватит писать, что это... А чё он продаёт, вообще интересно? Курсы, это ТГ-канал. Это во-первых. Во-вторых, изучи вопрос. Люди вообще нахуй ничего не понимают. Просто вкидывают какую-то залупу. И мне потом нужно разубеждать почему-то людей, почему это не так. Во-первых, не все курсы скам. Во-вторых... Тут согласен, не все курсы скам. Просто у нас такое сейчас к ним отношение. Мы считаем, что все курсы скам. Потому что, блядь, в инфоповоде как раз-таки появляются именно такие. И из-за этого у человека предвзятое отношение может быть. У меня тоже, например. Я просто... Ну, я понимаю, что не все курсы скам. Я просто всем к ним отношусь как-то с подозрением. Но если человек их продаёт, да вообще насрать. Хоть что и делает, блядь. Если-то, конечно, это не скам. У меня даже не курсы. В-третьих, как в данной ситуации, очень часто люди предъявляют другим ни за что. Просто потому, что они не удосужились разобраться, сука, в вопросе. Ну, что поделать. Циферки большие, надо захейтить. Ну и Нолан Хэнсон. Точно так же один... Его я вообще не понимаю, зачем можно хейтить. Блядь, чувак постоянно молчит в роли, как будто бы стесняется, если честно. И над ним, наоборот, все это прикалываются. Его иногда даже жалко становится. Но если его сейчас будут за что-то хейтить, я... И на самых известнейших сокомандников мистера Биста. Тут ситуация даже очень смешная. Его ненавидят просто потому, что он есть. Они также говорили, что он был скучным, раздражающим, несносным. И многие люди просто ненавидели его. Это реально... Пиздец просто, блядь. Люди странные. Значит, как абсурд, но так и есть. Его хейтят просто потому, что, блядь, он сокомандник мистера Биста. То есть, если ты хоть как-то прикоснешься к мистеру Бисту, тебя начинают с ним ассировать, тебя начинают ненавидеть, потому что ты, видимо, из... Просто пи... Какой-то. ...свестный и богатый. Это, конечно, пиздец. И тут мы плавно перетекаем в то, за что хейтят мистера Биста. Давай. Я просто люблю говно. Начнем с каких-то абсурдных вещей. Во-первых, очень интересный факт, что мистер Бист занимается благотворительностью. У него даже есть отдельный канал, которому... Без филантропии. Он чисто, ну, реально благотворительностью занимается. И кто не знает, была ситуация даже, когда он сделал колодцы в Африке, и его захейтили активисты Африки... Я слышал про это. ...за того, что он показал Африку бедной. И чё, блядь, ну если так, оно и есть. Куда деваться? Этивисты говорят, что его действия опозорили правительство Кении и помогли увековечить стерилизм. Как я говорил, блядь, чтобы вас не позорили, сами делайте всё для своих граждан. Типа зависимым положением Африки. Точнее, если это вас напрягает. На подачке. Как будто бы кто-то не знает, что Африка бедная. Может быть, стоит исправить эту ситуацию, а не гнать на тех, кто пытается вам помочь. Но, ладно, здесь логика не работает. И это не первый случай. Когда он помог людям с глазами, там произошло то же самое. Именно в этом твите говорится о том, что это демоническое явление. И я не могу объяснить, почему. Это всё демоническое явление. Типа, если человек не видит, пусть не видит дальше? А то, что, типа, в его организм вторглись, это всё демоническое явление? Или как это? Я работаю, не понимаю. Когда такой прекрасный аргумент? Это полный отстой. Но не спрашивай меня, почему. Потому что я не могу этого объяснить. В некоторых... Действительно, блядь, на нахуй ты тогда это говоришь? В некоторых возражениях утверждалось, что люди в видео подвергаются эксплуатации. И здесь уместна фраза про то, что протянешь руку, откусит по локоть. Некоторые ж... Вот это кадр там был. Урданист Америки критикует мистера Биста за то, что он распоряжается своими деньгами в благотворительности недостаточно эффективно. Мог бы он использовать свои деньги более эффективно? Как? Дать его какому-нибудь этому, что ли? Какого? Как это называется? Которые собирают пожертвования именно в благотворительных фондах. Помогать людям. Я думаю, что ответ очевиден да. Вы знаете, это лучше всего видно в его видеороликах. Вы просто задумайтесь, чувак, имея огромные деньги, вместо того, чтобы покупать себе какие-то дорогие дома, дорогие яхты, машины и все это демонстрировать. Он тратит эти деньги на контент, а также на благотворительность. И может быть где-то неэффективно, но он же пытается... Это же его деньги, блядь. Даже если бы он их не тратил на благотворительность, вас никак не должно... Блать, как он свои деньги тратит. Ну если нет, конечно, в рамках по закону. Помогать другим людям это хорошо, вдохновляя огромное количество людей по всему миру. Вы что, хотите, чтобы я, как все, пошел и купил себе ламборгини или особняк, вместо того, чтобы инвестировать эти деньги в контент, создавая людям рабочие места? Это то, что я должен сделать. Ты пытаешься помочь другим людям, а тебя осуждают за то, что недостаточно эффективно. Недостаточно помогаешь. Пошли вы... Бля, бери свои деньги тратит достаточно эффективно, сука. Самым смаком ваша любимая вторая интеграция. Чтобы быть богатым, как мистер бист или мэл строй, не обязательно занимавшись. Хочу пойти в этой среда, где обучают... Обучают только прикольную. Накнуться и дыгами напряг, кофе. А по-моему, промо... И курс по ней разданий. Не упусти нас. Ну а мы продолжаем. А теперь переходим к действительно темной стороне мистера биста. Вот этим анимациям... Что вызывает много вопросов, особенно в моральном плане. Я помню, как уже давно видел у мистера биста на канале ролик, где один темнокожий парень выиграл у него в конкурсе 1 миллион долларов. Суть этого конкурса была в том, что чуваки должны держать руку на огромном количестве бабок, и кто последний оторвет руку, тот и победил. Этот чувак абсолютно честно выиграл эти деньги в ролике у мистера биста, обеспечил тому большие прос... С ума сойти, что он теперь миллионер. Смотры, но Джимми решил на этом не останавливаться. У тебя есть 24 часа, чтобы потратить 1 миллион долларов. Ты готов? Да, я готов. Погнали! После этого ролика, когда чувак и так уже победил, он почему-то сделал ролик, где этот чел тратит миллион долларов за 24 часа. Здесь меня смущает следующее. У мистера биста были ролики, где он точно так же давал челлендж другим людям потратить какое-то количество бабок в магазине на скорость. После чего он просто отдавал им эти предметы, и все, и они расходились. Но здесь все зашло куда дальше. Помимо того... Я просто сейчас молчу, потому что хочу понять полную ситуацию. Сначала был вынужден тратить миллион долларов за 24 часа по велению мистера биста. Он еще показывал то, насколько бедно живет этот парень. Господи, посмотрите, какой же он бедный, какая у него плохая кровать, какая у него плохая квартира. Давай, паренек, расскажи, как же плохо ты живешь и как сильно я тебе помог. О, Господи, посмотрите, какой у него бедный район, какой же он бедный. А я хочу узнать в настоящий период, в общем, там, Городи. Боже, какая семья у него бедная. О, Господи, что за нищеброд, как же я помог этому нищеброду. Я рад, что мы смогли сделать это для тебя, мужик. И хоть это не мои деньги, я приму благодарность. Бро! Вот это как-то очень странно прозвучало с его стороны. Я не знаю, как этот парень к этому отнесся в дальнейшем, когда он уже смотрел этот ролик. Но просто представьте себя на месте этого парня. С одной стороны, ну, не особо удобно выставлять себя в таком ключе. Я думаю, если бы он как бы не соглашался, это бы вы не показывали. Видимо, он сам согласился все это показать. Это во-первых. Во-вторых, что-то я не могу понять связи между роликом, где он выиграл миллион и где он тратил. Это я не понимаю. Вот сейчас просто я молчал, но я сейчас скажу, а потом это досмотрим дальше. Вот. Как это блогера зовут? Милка. Милка. Он хочет сказать то, что он во втором ролике тратил те деньги, которые он выиграл? Если да, это странно. Если он тратил другие деньги, да, например, то, что миллион он типа забрал, а вот эти вот миллионы, это уже второй какой-то, то это почему-то вообще здесь такого я не понял. Давайте дальше смотреть. Огромную публику, что ты вот такой бедный из себя и говорить миллион раз спасибо мистеру Бисту за то, что я вот выиграл этот миллион долларов. Спасибо, что верили в меня и дали этот шанс. Хорошо, отсасывать не просит. А как ты можешь отказать челу в контенте, который дал тебе один миллион долларов? Для вот этого персонажа это безвыходная ситуация. А для мистера Биста это контент, это эмоциональные качели, что вот плак. Ну эмоциональные качели, да, здесь так, это, 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 это мы, ну как бы ролик, этот ролик сделан как раз таки для этого. Плак, чел бедно жил, а я его вытащил из этого дерьма. И по итогу, буквально сделав контент на бедности этого чувака, вынудив его потратить миллион долларов, которые он и так честно выиграл, мог... Я вот хочу, еще раз, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Вот, он говорит, потратил миллион долларов, которые он честно выиграл. Он тратил именно те, тот миллион долларов, которые он выиграл в предыдущем ролике, это было обговорено каким-то образом или нет? Просто я вот эти оба ролика не смотрел. Если это было обговорено, то, что он тратит эти деньги, которые он выиграл в первом ролике, это, это дичь какая-то, если честно. Если не было бы говорено, то откуда были такие эти, как называются, умозаключения сделаны. Потому что сам Милка не сказал об этом в самом начале, да, не показал типа пруфы. Поэтому пока что я не понимаю. Потратить на всё, что угодно ради твоего ролика, это обеспечивает мистеру Бисту хорошую репутацию среди его аудитории, показывает его как вот такого доброго инфлюенсера. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. По факту это просто шоу. Но лично я, когда это увидел, испытал странные чувства, скажем так. Можно было закончить и на моменте, когда он просто тратит миллион долларов за сутки. Но зачем показывать, боже, блядь, то, что он бедный, зачем, мне не понять. Следующий момент, в отличие от того же Милстроя... Вот, я говорю, напишите, пожалуйста, в комментариях, было где-то в том ролике, где он тратил миллион долларов, написано или сказано, что он тратит именно те деньги, которые выиграл в предыдущем. Я просто, я хочу, я понять хочу, я не понимаю, я не смотрел обоих видосов. Проходы мистера Писта чистые, но не совсем. Не знаю, насколько часто это происходит, но Джимми общается с Логаном Пулом. Логан Пул в Америке уже известен как криптомошенник. Криптозу датком. Я просто восхищен этим проектом, это очень весело. Такая веселая игра, в которой можно заработать бабок. Итак, ребята, сколько вы потеряли на криптозу? Я потерял 50 тысяч баксов. Я потерял 40 тысяч. И я потерял 15. Я проебал 25 тысяч бачей. А я 120, 500 тысяч баксов. Чувак потерял на каком-то скаме 500 тысяч баксов. Откуда у тебя такие деньги? Это во-первых. Во-вторых, если у тебя есть такие деньги, видимо ты умный, да? Ну, каким-то образом ты же и смог заработать. Чувак молодой. Я явно не всю жизнь копил их. Какого хера ты порез? Какой-то непонятный сайт, который рекламирует какой-то, блять, блогер, у которого и так была уже странная репутация до этого. В чём прикол? Это бред. Крис, ты не сделал этого. Да, 500 тысяч баксов. Он запускал свой проект, который в итоге оказался скамом и обманул огромное количество людей на деньги, которые он по итогу не вернул и просто отпизднулся, ну, в стиле того же Литвин. Поверь мне, криптозу скоро появится. Я позабочусь об этом, чёрт возьми. И в этой стене... Позаботился. Видно. ...текста скрыта самая шокирующая часть, которая заключается в том, что он вообще не выпускает игру криптозу. Бля, это реально копия Литвина только в Америке тоже. Там он в спорт что-то пытается тоже. Там вот эти шоу устраивает. Пзец, один в один. И мистер Бист на подкасте с Логаном Полом рассказал о том, как они совершили некую денежную михинацию. Мы с Логаном купили очень много криптопанка. Он ещё писал об этом у себя в Твиттере. Это было так. Гэри подключил нас к звонку и сказал, ё, у меня тут 30 человек, все собираются вкладываться в криптопанк. Это будет просто разъю... Я не знаю, что это. Так что все вкладывайтесь в криптопанк. Откуда ему знать, что это будет прорыв? Оттуда, что 30 человек собираются вложить огромное количество бабок в криптопанк. Естественно, он пойдёт вверх. Ребят, вы слышите, что он говорит? Это же манипуляция крипторынком. Ну да, согласен. Это странно. Если бы это были акции, то это... А вот правда интересно, он понимал, что он говорит? Или он просто, типа, не от большого ума? Попало бы под статью. Короче, я закупил несколько штук этой крипты, а потом перевёл всё в WeFriend по звонку того же самого Гэри. Они буквально договорились о том, что будут вкладываться в один проект. Также они сделали об этом твиты, чтобы максимальное количество людей вложились в этот проект. А потом, когда в этом проекте, благодаря их махинации, выросли цены до небес, они просто взяли и перевели эти деньги из этого проекта в другой проект. Ничего при этом не сказав аудитории. То есть они буквально просто провели махинацию и наварились на своей... Ну да, согласен. Это вообще, на самом деле, это как будто бы преступление. Снова же, я не знаю, насколько часто Джимми проворачивает подобную схему, но зачем человеку, который всё делает только для людей, делать что-то подобное? Это очень странно. Почему его не притянули? Почему он общается с Логаном Полом? И здесь следующий момент. В последнее время я только и вижу во всех пабликах, новостях, везде просто инфу о том, что Мистер Бист подписал... Да, блядь, это уже задолбалось, честно. Постоянно новости только про Мелстроя везде. Мелстроя и Литвина. В чём прикол? Литвин это тоже известный паренёк на русском ютубе. Он известен тем, что... Неизвестный скамер. Рекламил до пизды скама. Сделал даже свой скамерский проект. За качество и за честность этого проекта я лично ручаюсь. Ни в коем случае никогда не ставим весь банк. 10% от начального банка и всё будет за... Первый же день... И все проебались. Слито 83%. На второй день, на 23 ставку, банк слит полностью. Вы прекрасно знаете о проекте Литвин ставит, который существовал примерно 9-10 месяцев. Ну вот на этом он и заработал себе на квартиру в Москве. К этому проекту я не имею отношения уже около 2-3 недель. Конор Макгрегор... Ммм, да, я всё у вас забрал, блядь, поэтому теперь я не имею к нему отношения. В Дастина Парье. Даже страшно ставить на него. Если вы вдруг решитесь, то можете сделать это как всегда вместе с... Своя поверхность и не забывая водить промокод Литвин. Чтобы отмыть свою репутацию, он открыл футбольный клуб. И даже после того, как он прорекламил... Футбольный клуб? А как, блядь, это поможет отмыть репутацию? Кучу скамерских проектов, он не прекращал заниматься скамом. Ай, блядь, я ж пёрнул, когда въебал. Чё? Ахуяна. Что вы думаете, откуда у Литвина столько денег? С его убыточного клуба? Нет, нет, Литвин так же тесно, как и Мэл Строй, связан с одной нехорошей конторой. Так вот, запустил Литвин конкурс. Условия там следующие. И самое главное условие, конечно, которое всех зацепило, что Литвин... Потратить деньги, да? Потратить 10 лямов за то, что... А, так же, как это Мистер Бист? А, точнее, как... Это Мэл Строй? ...чел убедить подписаться на Литвина Мистер Бист в Инсте. И Мэл Строй, увидев это, такой... О, чё? Я только предложил больше в 15 раз. Я хуже, что ли? Спиже-ка я у Литвина конкурс, только поставлю чек в 150 миллионов за то, что кто-то убедит Мистера Биста на меня подписаться. И что вы думаете, происходит? Прикиньте, 4 ночи по Москве я просыпаюсь, захожу в телегу в ЛС, и мне, моим модераторам, скидываю скрин на себя, Мистер Бист, подписаться! Бля, чувак так радуется. Типа, я понимаю, если бы он подписался на него просто так. А это за деньги. Конечно, не сам Бист получил деньги, а какой-то чувак там. Но в любом случае, это же не просто... Мэл Строй! Я радоваться вообще не вижу в этом, ну, типа, к чему радоваться. Это чел, который известен тем, что раздевал несовершеннолетних девочек в чат-рулите. Сколько тебе роков? Мне 14 роков. А что такое зази мягкая и красивая лежит? В джинсах. Любишь детей? И сбил женщину в прямом эфире. Ну, и, в принципе, он известен своими трэш-стримами, а сейчас он крутит газик. А также он запустил за деньги челлендж на то, чтобы люди делали ему тиктоки, форсили его имя, выставляли его беленьким, хорошеньким и смешным, а он им за это денежки платит. И, знаете... Ну, это, блядь, типа, так себя продвигает. Что самое смешное? Зато реально, типа, про него все говорят. Это уж зипало, если честно. Это, сука, работает. Я не хочу, чтобы вы меня считали денежной мразью. Ну, так-то оно и есть. Блядь, ну, типа, реально, вот в Америке культура отмены работает совсем по-другому. Вот там постоянно чувакам приходится извиняться за каждую фигню. Здесь же Мелстроя сделал столько говна, блин, отвратительного, и его до сих пор все в форсе зачем-то. Мне кажется, пора давно его уже придать за забвению, блин. Я называю козьми опущенными. Объясняю вам конкретно на пальцах, почему казино это абсолютное дно. Ага, ну до сих пор играю, блядь, рекламирую. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что за херня? Я уже заложник ситуации. Какой ситуации? Заложник пальцами. Заложник денег. Заложник денег, блядь. Ой, господи, как... Такой кринж. Люди, как же люди любят вестись на всякую хуйню. Просто почитайте эти комментарии. Блядь, там вообще отрицательных комментов о нем нет Это... А может быть просто поудаляли половину Пиздец Давайте я просто объясню, откуда Мелстрой эти 150 миллионов Итак, возвращаемся к тому, что Мелстрой рекламит казики Он 24 на 7, себя на стримах постоянно крутит казино И забавно, что он свой образ строит так, что, мол, он крутит там реальные деньги Свои деньги Свои деньги, деньги, которые ему дает казино Да, я просто выиграл Я проиграл, долгов суммарно где-то миллионов 70 И он... И поэтому я просто так раздаю людям по 150 миллионов, чтобы на меня Бестерпис подписался Делает это себе в минус Он делает это... Да-да-да, верим, бля Только потому, что, ну, он вот крутит казино Он... Да! И живет вот в такой вот съемной хате Конечно, в минус! Ага! Кому ты рассказываешь? Но никаких долгов Мелстрой нет Я нашел человека, который помог мне разобраться с тем, как работает вся эта система с конторой, которую он рекламит Смотрите вот на эту ссылочку Эту ссылочку Мелстрой оставляет у себя в Телеграме Это партнерская ссылка Партнерские ссылки Это такая тема, по сути, рефералки, в котором переходят твои подписчики И ты зарабатываешь с того, сколько они проиграли Криншоты мы видим, что активность засчитана, начиная с 18 февраля по 4 марта За 15 дней получилось 104 тысячи 102 перехода Из них 25 тысяч 790 регистраций Нихрена себе, что-то дофига Совершили первый депозит 3 тысячи 338 человек А количество редепов перевалило за 9 тысяч Мы получаем... Редепов это, типа, повторные депозиты вынесли, что ли? 12 тысяч 400 долларов в сутки И это на самом старте рифшары А дальше будет еще вкуснее Сколько, подожди, 2 миллиона? Если в рублях, то мы разрабатываем более 2 миллиона рублей в сутки И это на... И это без процентов самой конторы Получается, что по его ссылке люди уже проигрывают более 2 миллиона рублей в сутки В самом старте рифшары А дальше будет еще... До сих пор кто-то ведется на казино А то, что Молстрой играет на свои бабки Ё, бля, это просто абсурд Алло, проснитесь Ему казик... Таких денег, блин, а где он возьмет? Он постоянно такие деньги сливает там Может люб... Если я, который сам с ними сотрудничал И все эти с 80К ему тоже нарисовали Да, я знаю Пые деньги там нарисовать Это нарисованные деньги Они не настоящие Абсурдность этой ситуации следующая Подписаться Мистера Биста на Мелстроя Убедил чел, который и так уже выиграл миллион долларов у Мистера Биста Да, кстати, вот это вот, типа, самое странное на самом деле Говорю, если бы, типа, был альбишный какой-нибудь школьник Вообще без вопросов Здесь попросил его подписаться чувак Который и так уже более-менее, ну, типа, популярный, да В одном из его конкурсов У чела и так нет проблем с бабками У него есть контакт Мистера Биста Потому что он выиграл у него большие бабки И он убеждает Мистера Биста подписаться на ебаного скамера И так не нуждающийся человек И Джимми такой О, нихуя тебе 150 лямов заплатят? Ну ладно, тогда подпишусь И как бы, с одной стороны, Джимми Мог бы выиграть вообще любого другого просто обычного человека, да А он именно этого взял Который и так уже богат Вот это бы странно, конечно, поступок, согласен Не, помог челу заработать денег Но с другой, а, блядь, какова цена? Мы приходим к тому, что люди, переходя по ссылкам Мэл Строй, проёбывают свои деньги, даря ему отдав... Нет, ну вот здесь вот, типа, мистер, ну, мистер Бист вряд ли знает, кто такой Мэл Строй Я думаю, если бы знал, возможно, бы он это не сделал Хотя бы вы знаете После того, как он, типа, мне нам показали, что он делал с этим, как его, с Логаном Полом Я уже бы даже не удивился, если бы даже он знал, типа, Мэл Строй И бабки И, скорее всего, не самые богатые люди в основном И потом он эти деньги платит чуваку, который, в общем-то, в них и не нуждался особо И все такие, вау, Мэл Строй, ты такой молодец, ты раздал наши деньги какому-то одному чуваку, который так был богат Да-да-да Хуя ты красавчик, просто, блядь Зато я, слушаю, типа, ещё один этот, когда Мэл Строй, типа, просил, чтобы ему передал привет какой-нибудь президент, да? И говорит, блядь, вот не знаю, отправлять пацану деньги или нет Да ты охуел, что ли? Если ты даже делаешь уже такой челлендж, да? Тупой Ну тогда, блин, следуй своим правилам иди, плати Мэл Строй, ты молодец, пиздец И помимо этого, в чём проблема того, что мистер Бист подписался на Мэл Строй Вы просто представьте, сколько аудитории начало лояльно относиться к Мэл Стройу Когда на него подписался, ну, как всем кажется, самый добрый человек, бля, в мире Про самый лучший блогер, самый крупный, самый известный Во-первых, естественно, аудитория от мистера Биста пришла к Мэл Стройу, как к Литвину Потому что они там в верхах списков, и их подписчики, пиздец, как приросли после подписки мистера Биста 278 тысяч, нифига себе Плюсы об этом говорят во всех новостях Я даже попал на стрим Мэл Строй, когда мистер Бист на него подписался Там было, там, там просто пиздец, это рекордный онлайн Сколько нахуй? А, ну и конечно А, там ещё было, когда с Моргенштерном был стрим 700 тысяч, блядь, онлайн Там в моменте он хотел показать, ну, как бы, к чему ещё может прийти такой умный человек, блядь Про Литвина я уж тоже, блядь, молчу Точно так же, ебучий скамер во всех заголовках новостей, благодаря мистеру Бисту И лично я обращаюсь к мистеру Бисту Мистер Бист, я прошу, как минимум, от своего лица, чтобы ты отписался от Монстроя и от Литвина На которых ты подписался из-за того, что они предложили подписчикам деньги Потому что ты даёшь пиар мошенникам Эти люди зарабатывают на том, что... Интересно, мистер Бист, это ты увидел Я, в общем, о том, конечно, сомневаюсь, потому что, ну, как бы, просмотр здесь ок 500 тысяч Но, в любом случае, явно Бист это не заметит Обманывают своих подписчиков, воруют у них деньги, рекламируют казино И те деньги, которые они платят за свои конкурсы, это не честные деньги Это ворованные деньги от их подписчиков В России эти два персонажа очень известны именно как скамеры Для меня мистер Бист это более принципиальный человек Лично меня вводит просто в какой-то шок то, что ты это сделал Если кто-то может, передайте это сообщение Спасибо В конечном итоге мы приходим к тому, что мистер Бист... Кто-нибудь это, напишите в комментариях, заметил он это или нет? Я сомневаюсь, конечно Ну, блядь, еще раз Он явно не знает, кто эти люди Вот, и если бы знал, я бы хотел посмотреть, типа, на это Подписался бы он или нет Если подписался, то да, это было бы хреново А в данном вот пока что конкретном случае Ну, типа, откуда он может знать каких-то мошенников из России? Ему вообще абсолютно на них насрать По факту мы попадаем в ситуацию, когда некоторые гандоны Просто из-за того, что у них есть много денег Пользуются простодушием такого человека, как мистер Бист Я не знаю, почему он не... Ну вот насчет простодушия, кстати Вот мне кажется, что как раз-таки про... Вот когда он с этим слоганом Полом говорил Про вот эту вот крипту и всякое такое Мне тоже, кажется, это сделал, типа, чисто из простодушия Не из-за того, что он хотел кого-то на скаме заскамить Но это мое мнение, естественно, я не знаю, да, что у него там в голове было А просто из-за того, что, бля, давай попробуем Я разобрался, кто это такие Возможно, потому что он не думал, что его кто-то попросит подписываться на скамер в хейбанах Но, естественно Имеем, что имеем Надеюсь, это исправится Плохой ли в итоге человек мистер Бист? Лично для меня мистер Бист самый обычный наивный паренек из обычной семьи Но это пока что Потому что мы его, типа, вообще не знаем в реальной жизни за пределами камеры Который всегда мечтал о том, чтобы стать популярным ютубером У него даже есть ролик, который он в 2015 году через 5 лет положил на отложку Которым он, будучи школьником, готовился к каким-то экзаменам И мечтал о том, что через 5 лет у него будет хотя бы 1 миллион подписчиков Если на момент просмотра вами этого видео у меня не будет миллиона подписчиков То моя жизнь не удалась Надеюсь, я наберу миллион подписчиков Лучше бы у меня был миллион подписчиков, когда вы увидите видео Бля, можно такое же сделать Конечно, я не наберу через 5 лет миллион подписчиков Но хотелось бы Через 5 лет у него стало 40 миллионов подписчиков А сейчас же 240 Это самый обычный парень Который определенно делает практически все, что он делает, не из корысти Покажите мне хотя бы еще одного человека в этом мире Который все свои доходы тратит, ну, практически в контентах, благотворительность То есть на других людей практически ничего в себя не вливает Ну, на самом деле, да, практически ничего не вливаю Есть с учетом того, что ему платят огромные бабки за рекламу А у него дом всего там за миллион даже если Это в любом случае очень маленький процент Мистера Биста в том плане, что из-за того, что ему нужно всем угождать Из-за того, что есть определенная повесточка Он вынужден держаться одного определенного образа Люди не хотят видеть мистера Биста плохим А если он где-то совершает какую-то ошибку Его сразу начинает его, это, блин, поддевать за этом Потому что, ой, блядь, ты же говоришь, что ты хороший, видишь, ошибку совершаешь Хотя, блядь, это человек, такой же, как и мы все Все совершают ошибки Сейчас уже будут пытаться отменить Это проблемы всех медийных людей И чем медийнее ты становишься, тем больше тебе предъявляют за любую малейшую ошибку У всех бывают ошибки, мы все люди И он точно так же самый обычный человек В таком возрасте иметь такое огромное влияние Это без давления Такую огромную медийность, такую ответственность Это просто пиздец, какой подвиг Поэтому, несмотря на то, что у мистера Биста, как у всех, есть две стороны Как и плохие стороны, так и хорошие стороны Помните, что он такой же человек, как и вы И относитесь к нему соответствующе Ну, с вами был Милкомейкер Скоро увидимся Мистер Бист Мастер Бист Гениально закончил А, интересный ролик вообще, на самом деле, получился У меня есть только два вопроса Вот насчет того, что Вот этот миллион, чувак Он тратил тот же самый миллион Или другой какой-то Хочу узнать Я просто не видел эти два ролика Это первый вопрос Второй вопрос Насчет этого Логана Пола Есть какая-нибудь информация Типа, он специально это сделал Может быть, где-то это уже засвечено было Либо по незнанию Но, как бы, я, на самом деле, не особо сильно изменил Своё мнение насчёт Мистера Биста Мне абсолютно пофиг, какой он человек в реальной жизни Да, потому что я смотрю его контент И мне он нравится Он помогает людям Он меня развлекает И это круто, на самом деле Да, бывает, например, как вот этот вот С Логаном Полом момент Где он обосрался, да Ну, не знаю По незнанию Либо специально Но, в любом случае Один, мне кажется Плохой поступок Никак не перекроет Все его хорошие Если говорить про Литвина и Мэлстроя Они сделали говна до хера И теперь до конца жизни, мне кажется Не отмоются И даже если они там будут Благотворительностью заниматься Либо чем-то ещё Неважно Они сделали прям очень много плохих вещей Здесь Мистер Бист пока что В чём-то таком херовом Сильно Я его не заметил Вот помимо вот Логана Пола И всё А насчёт ролика с чувачком Где посмирён Я вообще не понял Там просто, ну, как бы Милка нам ничего об этом не сказал конкретно Ну вот Ну, в любом случае Интересный ролик Спасибо большое контент-мейкеру Спасибо большому подписчику за просьбу И если вам понравилась реакция Лайк, подписка, комментарий Не забывайте пожимать бубенщики Если интересуются ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн Спасибо за просмотр Пока